Андрея застаем в привычной среде обитания. Мастерской, в который раз переделывает бюст советского маршала. То нос не тот, то глаз теперь недоволен плечом. Лепишь, лепишь работу, через неделю открываешь, и как будто не ты лепил. Может, это враги по ночам приходят? Может быть, я вот тоже грешу иногда на барабашку. Барабашки – это еще не полный анамнез. Когда Андрей берется за мрамор, мрамор начинает с ним беседу. Когда ты бьешь неправильно мрамор, он тебе об этом говорит. Нужно очень внимательно прислушиваться. А ты им анамнез что-то говоришь? Нет, у меня пока еще нет. Еще одна странность – Коробцов никогда не работает в спецовке. В мастерскую одевается, как в театр. У Врубеля научился. Ружат стереотипы, что творцы неряхи. Сначала пачкался, а потом как-то научился работать чисто, что практически никаких следов. А начиналось все безобидно. В четыре года взял в руки пластилин и осознал призвание. Хотя порывы бросить все были. Думал, зачем? Зачем это нужно? Кому общая скульптура нужна? Куда я пошел учиться? Лучше бы на заводе работал. Он даже пытался стать рок-музыкантом, но человечеству повезло. Его работы украшают города. Андрей всегда испытывал тягу к военной тематике. Но однажды в его жизнь ворвалась прима-балерина Большого театра Образцова. Одна из работ поразила Евгению настолько, что она захотела познакомиться с автором. Знакомство закончилось свадьбой. Теперь Андрей конвейером выдает фигуры балерин. Жена любит позировать и критиковать, но он не жалуется. В палите очень много каких-то нюансов. Например, там выворотность стопы должна быть, как нога должна находиться в пространстве. Как раз Евгения помогает мне очень сильно. Андрей тоже любит помогать, когда учит лепить других. Никаких обидных слов. Замечания делает тактично, полушепотом. Здесь, допустим, много уже. Можно чуть-чуть подсрезать. Здесь можно чуть-чуть еще подровнять. Буквально полчаса мастер-класса и чувствуешь себя профессиональным скульптором в жанре кубизма, например. Скажи, что ты испытывал, может быть, какие чувства. Вообще, это первая твоя работа на каркасе из глины. Друзья, это моя первая работа на каркасе из глины. Я испытывал чувства. Ура! Плотисмент. За изваяние микрофона мастер ставит четверку, но свои работы судит еще строже. Настолько, что даже пытается обходить их стороной. Через время я вижу ошибки, которые я на тот момент допустил. И меня просто каждый раз, как плетка, и мне по спине кто-то... Я прохожу мимо и думаю, блин, вот здесь надо было вот так слепить. Ну, о чем я думал? Думает и мечтает Андрей о другом. Если уж не перегнать, то хотя бы догнать церетели по популярности. Если у человека с улицы спросить, кого вы назовете из глины, он обязательно ответит церетели. Это большая проблема, потому что, на мой взгляд, есть скульпторы, которые сейчас лучше у него работают. Это однозначно. С. Скромность. Напомнили Андрею, что скромность украшает лишь бездарных? Александр Брайт и Дмитрий Гнатюк. Новости пятницы.